Мы каждый год собираем 20 роликов. Каждый год это очень сложно найти, эти 20 роликов, чтобы их привезти на эту мировую выставку. И половину я не могу взять, потому что они больше двух минут. Ну, они реально 5 минут, 7 минут. Причем никого не мешает с реализацией убеждать, что это хороший социальный ролик. Вот прямо на телевидении хоть час. Вот и так далее. И вот это действительно есть такой вот некий баг в понимании внутренней, медийной вот этой вот структуры. Вот это стега по Ютубу прямо просмотра. То есть, я знаю, по Ютубу там есть ролики, которые полтора часа людей не смотрят. Ну, конечно, мы про ТВ рекламу. Мы сегодня, по Ютубу же говорим, что социальная организация, которые работают у нас на телевидении от Ютуба, почему? Вот, а смотрите, вот, а вторая история. Я сейчас про телевидение, что под ТВ рекламой, социальной, понимается, все-таки там вот как и те, кто ориентирован на телевидение, ну, например, тоже АСИ, когда она делала, там лет 10 у них шла программа «Приемный ребенок может стать родным». Ролики, которые они предоставляли на телеканалах. Точно так же специальный человек ходил по всем телеканалам и уговаривал, убеждал, аргументировал, почему это важно для именно этого канала. И на диске были ролики 5 секунд, 15 секунд, 30 секунд. И еще и возможности замены пэкшота. Пэкшот крупно с агентством социальной информации, пэкшот крупно только социальные вот эти вот программы и делизы. И там телефон федеральный, телефон локальный могли меняться. То есть это вот именно с учетом всех специфик телевидения. И с другой стороны, в какой-то степени уже можно говорить о том, что телевидение, в общем-то, медленно, но верно начинает проигрывать. И действительно, собственно, слава богу, что есть YouTube, в котором вот сейчас вот нас тоже уже, наверное, видят или увидят в ближайшее время. И там действительно миллионы просмотров, а то и десятки миллионов и так далее, и так далее. И как раз поэтому мне вот те два ролика, которые мы уже показали из российской практики, они как раз ориентированы на вот эту вот историю, ну, условно того, что когда-то называлось новыми медиа. Все-таки вот интернет-вещание в разных форматах, оно тоже вот дает на данный момент рост аудитории сопоставимый с Первым каналом, по некоторым программам уже именно социальному контенту, который сейчас вот в YouTube, он уже опережает самые рейтинговые программы Первого канала даже. И так далее. Вот и тут пара моментов ваших вопросов. У меня комментарий позитивный, можно? По поводу вот ролика, где блокады бесконтактной оплаты фонда Дети Балл. Я просто сотрудник этого фонда, хочу немножко, ну, дополнить как раз про эти блокады. А у нас сейчас запускаются проекты, если здесь партнеры у нас были Ситибанк и Мастеркарта, теперь у нас будет партнер государственного предприятия Почта России. И эти блокады, они будут размещаться с QR-кодом вместо вот этой вот сложной системы. То есть просто будет QR-код, где человек с матфоном будет сканировать. То есть та же самая идея, она сохраняется, но технология немножко другая. То есть идея бесконтактной помощи, она вышла через QR-код, вот, и люди в любом отделении почты могут пожертвовать 100 рублей. Эффективность, правда, QR-кодов аудитории Почты России будет значительно ниже, вот. Но, по крайней мере, месседж и узнавание фонда и вообще возможность попадания вот с этим сообщением в Почту России, это круто. Это да, это прям шикарное достижение, да. Да, то есть наши предприятия, они тоже готовы сотрудничать, но только коммерческие. Да, здорово. И вот как раз тогда вот у нас логика-то была без учета вопросов, а в том, как мы хотели построить некие показы. Поэтому сейчас вот я хочу, как раз интересно очень нам показался момент, когда мы среди непобедивших, правда, работ, то есть она не заняла золото там или серебро, но вошла в шорт-лист и поэтому вот мы решили. Do you know, when we make donation to help other people, nearly one-third, 31% of annual giving occurs in December. Even 12% of all giving happens in the last three days of the year. We usually make donation on a special occasion. Then, how does we make people donate in the life, as well as on a special occasion? Transportation could handle the matter. By partnering with Share the Meal, we can make small contribution more efficiently. Introducing Touch and Share Campaign. For two sections of card reader. One section is for transportation card. The other section will charge 50 cents more than your own fares. It will help people in need, especially suffer from a starvation. No document, no phone number, no ID and password. Just touch your transportation card. Make donation in the life. Make someone's life better. Together we can end hunger. Touch and share. What is the idea of the share? The idea of the share, the charge, the punishment, the punishment and so on. This is a project example. This is a project proposal for all transportation companies or cities, where are they using transportation cards. То есть, карты бесконтактных платежей при использовании общественного транспорта. И это тоже такая вот идея технологически про то же самое, но адаптированная к местным реалиям, где вот люди уже привыкли бесконтактно платить, и к этому уже дополняется вот такой вот сервер с виде пожертвия. Мне кажется, коммуникации нет. Есть технология, почему человек должен заплатить больше из этого ролика, непонятно. Здесь, да. Это скорее такое проектное предложение, что если у вас есть технология уже такая, мы к этому добавим, а если вы согласны, мы дальше уже придумаем коммуникацию. Это ролик не лица, а именно презентационный ролик, который тоже вошел в шорт-лист фестиваля, как именно идея того, что можно делать, ну потому что, например, во многих странах и во многих городах люди давно расплачиваются транспортными картами. Это не банковская карта с бесконтактным платежом, просто карточка. И с нее легко взять вот так вот и заплатить. И просто возможно, поверьте, например, видимо, автора этого ролика, мысль о том, что можно еще и дополнительный сервис к этому предоставить, если уже он имеется технологический, она не приходит, и они эту мысль таким образом формируют. Но это вот как бы продолжение как раз «Дети Бэлла». А продолжение другой истории, маленький третий блок еще, я хочу еще два ролика про социальную историю. Тоже один реальный, а второй проект. Тоже один реальный, а второй проект. Продолжение следует... В результате, который я хочу, чтобы угребать невыносто в истории, сферно-производства, и сферно-производства. Зато угребать за свои дома и утрой за 5 декорацию, на 5 декорацию. И вот, как вы искали, угребать деньги. Докторая, не донатать. Отопт-покет. Every pocket embroidery provides a Chang woman with 6 hours work. By leveraging the Tencent Charity Foundation, everyone can adopt a Chang embroidery pocket, and the pocket can go with any kind of clothing, making the cloth a singular, unique fashion item. So as to help Chang embroidery quickly step into the trend of the younger generation. The result, within three months, more than 50,000 pockets were adopted, providing one year's work for 810 Chang families. And the families can earn three times more than before. The Chang embroidery pockets have also gained significant attention from fashion designers, and they have been exhibited during the recent Shanghai Fashion Week. We have successfully promoted the precious and rare Chang embroidery culture by using a marketing approach, and have also built up a long-term self-sufficient platform for the Chang people. What's the difference between the Gallifrey and the Tencent Charity Foundation? What does it get? What does it look like? It gives you more attention to the United States. What does it look like? What does it look like? Также в целях деятельности не получения прибыли, хотя, возможно, это коммерческие формы собственности, а именно решение социальной проблемы. Либо, например, в России больше развито, когда у благотворительного фонда есть какой-то цех производства или кто-то, кто производит товары, которые продаются, а деньги поступают в этот благотворительный фонд. И вот это тот сегмент, который тоже сейчас начинает в таком формате развиваться. Когда социальная реклама, оставаясь, по сути, мы понимаем, что это социальная реклама, но эта реклама уже как реклама, она продвигает и продает товары, деньги от которых поступают на решение социальной проблемы. В данном случае, вроде бы же простая штука, а почти в тысячи семей в год таким образом обеспечена работа и работа, которая соответствует компетенциям человека. И вот это вот еще один ход, но тоже близок к тому вопросу про коммерческие бренды и так далее. Но, тем не менее, это про социальное, абсолютно про социальное. И мы думаем, что как раз вот социальная реклама, ну то есть в российском законодательстве под социальную рекламу понимается реклама государственная и реклама некоммерческих организаций. А, видимо, развитие вот на данный момент этого явления социальной рекламы все больше будет и чаще захватывать социальные предприятия, у которых форма собственности может быть коммерческой, а цели деятельности такие же некоммерческие, как у некоммерческой организации. И вот это вот один из примеров, у нас там есть еще одно уже у нас времени, все меньше, но тем не менее, мне кажется, это такой важный момент тоже вот с точки зрения тренда. И еще сейчас тогда один пример покажу, и мы перейдем к последней нашей части сегодняшнего рассказа. И это будет посвящено, вот оно, очень странному явлению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это не социальная реклама, конечно, но это про язык. Что для разных и иногда очень значительных социальных групп на данный момент адекватен другой язык, а не тот, который мы сейчас говорим, вот сидя здесь вот на этой сцене. И если мы хотим, чтобы нас услышали, поняли и захотели коммуницировать, мы можем говорить на этом языке. И в данном случае язык DimaTorzok Это интересный язык, который может использоваться. Мы специально вот месяц назад, была, по-моему, публикация на Филантропе, вот, кто использует DimaTorzok в социальных, вот, уже из некоммерческих организаций в России. Оказалось, что буквально почти никого нет, кроме, я сейчас помню, по-моему, Донор Сёч использует, он сделал несколько стикер-баков. И, соответственно, их можно бесплатно получить, как вот, для коммуникации между людьми с стикерами в мессенджере, которые вот оттуда взяты. И мы предложили сейчас, у нас есть такой проект в разработке, если строить, вообще не работает, вот, ну, думаю, там буквально в течение недели заработает, если через, ну, мы, наверное, об этом отдельно объявим ещё. Не так, чтобы это такой глобальный проект, потому что это такая вот именно тестовая, экспериментальная, бюджетная история, но с одним из благотворительных фондов мы договорились о том, что создаём несколько вот этих стикер-баков, то есть наборов Emoji. Вот этих вот стикеров. И там, где возможно, что эти стикер-баки будут продаваться за пожертвования, они будут продаваться, ну, например, в мессенджере, фейсбуке. Там, где возможно, что они их можно получить в качестве благодарности за что-нибудь, или, например, в качестве подарка от какого-то бренда, который готов за это заранее сразу заплатить, как партнёр, они будут предоставляться бесплатно, например, в Телеграме. И вот мы сейчас ещё там разрабатываем, это скорее такая у нас будет исследовательская история про вот такие вот эмоти добра. И это вот тоже мысль об этом пришла, вот, собственно, когда мы посмотрели, на какие языки сейчас начинают быть популярными. Интересно, что вот сейчас в самолёте летели, посмотрели фильм, называется «Сфера». Ну, это такая, как бы, антиутопия ближайшего самого будущего, когда компании типа Facebook или Google начнут, как бы, обеспечивать полную прозрачность жизни каждого человека. И эта компания поднялась, ну, как бы, вот, стала крупнее Google и Facebook в легенде этого фильма. Именно потому, что она вот запустила новые решения с точки зрения эмоти коммуникации сначала, а затем уже, как бы, вот этой вот всей выводу технологической прозрачности в аккаунты на страницах каждого пользователя. Вот, то есть это вот такое вот не случайное явление, мы про это вот сейчас вот тоже так дополнительно на это смотрим. Скажем, не про футболистки, а про наши? Да, у нас мы, да, ну, я вот, так нет, у нас тут вот их, по-моему, мы их тут собрали, мы их тут, да. Ну, вот чуть-чуть, чем-то, да. Можно вот эту просто картинку открыть, она вообще такая забавная, специальность. Вот, смотрите, уже есть эмоти-транслейторы вот в разных, уже, то есть это профессия уже становится. Вот, мне прямо длило, я даже сохранил эту вот такую штуку. А на Мемодзе нарисовали три, у нас три сейчас пакета первых, стартовых. Один пакет от Андрея Люблинского, это известный такой современный художник, автор многих произведений современного искусства, от Красных Человечков, Перми, вот там пиксельных работ, которые он сейчас там устанавливает в разных городах мира. И вот он нам тоже предоставил там первые пять стикеров, такой стикер-пак от Андрея Люблинского. И также нам нарисовал еще несколько работ, и тоже первый такой стикер-пак Тимофей Гозин, который, как бы, тоже один из таких популярных художников, при этом художник, который работает с детьми с синдромом Дауна, они вместе рисуют, он как будто, он как раз ищет тоже языковые формы коммуникации с разными вот людьми. И вот он для нас еще нарисовал стикер-пак такой. И третий стикер-пак это такие, у нас есть девочки, герои нашей большой программы, она называется «Города будущего». И вот эти вот эмоционально и с разными активностями изображения этой героини, которые тоже называются, это уже не эмоция, она была москотом. Ну, то есть, есть еще другой элемент коммуникации, очень серьезный. Это москоты, это антропоморфные источники сообщений, так можно сказать. Ну, то есть, это когда, если так по-человечески, если вот, например, хочет правительство Москвы что-то сказать жителям, ну, почему надо терпеть все лето стройку и так далее, то это важно говорить языком какого-то вот существа, которое, ну, которому тебе приятно, которому ты доверяешь, с которым ты можешь, условно, вот глаза в глаза контактировать и так далее. И в практике, например, вот той же Южной Кореи, вот о чем у нас тут, мы сейчас про книжку чуть-чуть расскажем, там как раз практически каждое вот важное сообщение предполагает, что создается специальный антропоморфный герой, который несет ответственность за коммуникацию с жителями. И это такая вот конструкция называется «Маскот», то есть вот этот вот герой. И вот у нас тоже есть такой маскот «Города будущего», и он, а его уже как бы портреты этого героя, вот этой девочки, они стали стикерами, которые вошли в стикер-пак, который называется «Маскот». Вот такая вот какая-то, ну, как бы, ажидерть. Вот такое у нас будущее, там много разных новых вещей, мы про колбу этого говорили, тоже забавно. Вот интересно, в разных странах это по-разному происходит, вот все эти, вот где-то одни технологии прорывают, где-то другие. Например, в Казахстане там не колбы, вот в России колбы популярны, а в Казахстане «Вайнер». Это короткие тоже такие видеоштуки. И я когда туда вот сейчас уезжал оттуда, в Алмате недавно был, паспорт таможеннику даю, смотрят на фамилию «Вайнер». Говорят, вот вам повезло. Говорят, что такое? Говорят, ну как такая фамилия у людей? Профессия «Вайнер», а у вас фамилия «Вайнер». А там это уже профессия, это настолько популярное решение, вот это вот «Вайнер». То есть приглашаем «Вайнера», там ищут «Вайнера». Это профессия такая. Снимать вот эти вот короткие, короткосекундные ролики. Вот. И у каждой страны есть свои детальки, но они все построены на где-то определенных общих технологиях. Поэтому последний ролик, который мы покажем, это «Беларусь». Я наше «Беларусь». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» длиной там меньше километра, они три года объясняют людям, почему это важно сделать. Ну, то есть это то, чего у нас нет, как бы, в принципе, там, посмотрев на реновации и прочее. Но именно вот эта вот задача того, чтобы люди солидарно, понимая, аргументируя и аргументированно, коммуницируя, создавали что-то вместе, это вот та задача, которая во многом как раз в Республике Кореи решается. И мы в этой книге собрали как раз примеры Натальи, там, целое исследование, собственно, там, два года, она была исследовательской работой и общалась ей с руководителями и там, и мэрии, и метрополитена, и разных очень структур. И вот то, что интересное, что вот собрано, оно вот в этой книге собрано. Это лет за 20 материалов, да? Корбаковский материал, летом, с 80-х. Ну да, ну так много картинок, даже текстов как раз немного. Текстов немного, картины много, а тексты все равно интересные. Жизнь писания. Вот, поэтому вот это вот такой первый анонс. Возможно, большинству здесь собравшихся книжки хватит. И вот это вот, вот, а если кто-то не захочет, то ее можно потом приобрести. Где она сейчас в интернете продается? Не продается, она как лот выставлена. Где она выставлена как лот? А, вот, вот, вот. Где, Жене? А вот Жене, значит, можно не давать. Во-первых, Жене не давать. Во-вторых, Жене, скажи, где она выставлена как лот? Мы собираемся социально... Я в директор фонда на встрече к людменам, и мы вот с девушками, у которых я прямо в ряду, Юлия, наш режиссер, собрались снимать социальную рекламу про то, как быть вместо того, чтобы пассивным человеком, активным социальным деятелем, и копим на него деньги на планете, и в том числе вот эта книга, сколько знает точно, да? За сколько денег? 600 рублей она стоит. Мы хотели эту продавать, а что-то вот это, видимо, с самолета, что-то расслабились. В измененном состоянии сознания решили ее подарить. А то... Если только кто-то хочет кровь ей подарить, а мы будем очень рады. Да, а так эта книга, вот сейчас первая возможность ее действительно приобрести вот на планете, на проекте фонда на встрече к переменам. Вот это был первый анонс. А второй, и уже последний, потому что уже нас время прижимает, это то, что в этом году, буквально вот с 1 сентября, стартует проект, который реализуется Центром социальных технологий «Гарант», а мы являемся его партнерами этого проекта. Это проект Всероссийского конкурса социальной рекламы. Видимо, он будет называться «Реклама будущего». И вот с 1 сентября начинается этот проект. Он вошел как один из элементов проекта победителя в грантовый конкурс фонда президентских грантов. И уже, видимо, где-то так вот, то есть сейчас вот сентябрь-октябрь наша задача сделать такой сайт, который бы агрегировал и существующие ресурсы социальной рекламы типа «Принт», «Отинсоц», там еще разные. И, с другой стороны, дал возможность некоммерческим организациям размещать там на конкурс социальную рекламу. Мы сейчас как раз продумываем и призовые фонды очень разные, но там в том числе вот участие в международных фестивалях дальше, чтобы это развивалось и так далее. И это будет социальная реклама как раз не только некоммерческих организаций, но и социальных предприятий. Или вообще-то проектов инициативных групп, комьюнити-центров и так далее. Сам конкурс начнется где-то вот в середине, там, в конце осени и к весне, где-то, по-моему, в марте, подведение итогов. И это будет, мы так думаем, что это получится на большем всероссийском конкурсах социальной рекламы, которого, на наш взгляд, прям вот не хватает уже давно в России. И это вот, и вы сейчас первые об этом вот так вот подлично слышите. Вот. А все детали мы уже, наверное, будем рассказывать, привлекая и оси, и теплицу, и благосферу, и всех-всех-всех наших подрядов. Ура, товарищи. Спасибо большое.